Один из наиболее популярных французских тостов крок месье готовится из белого хлеба, ветчины, сыра и яиц. Мы слегка усложним и приготовим тост на основе соуса бешамель. Французский тост и крок месье получил свое от названия обжаренного в лице хлеба, крок. Добавку месье он приобрел, как считают, случайно, просто официанты практически к каждому слову добавляли обращение месье, вот оно и приклеилось. А готовится тост просто. Делаем бешамель, натираем сыр, выкладываем все слоями на хлеб и запекаем в духовке. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Один. Сначала приготовьте соус бешамель, легче его готовить на водяной бане, хотя можно и просто на огне в сотейнике. Итак, в сотейнике растопите сливочное масло. Два. Помешивая венчиком, введите муку, соль, как только масса станет однородной, постепенно, продолжая помешивать, введите молоко, как только молоко закипит и соус загустеет, он готов. Снимайте с огня. Три. На ломтик хлеба выложите слой из тертого сыра. Четыре. На сыр выложите ветчину и пару столовых ложек соуса бешамель, ложкой размажьте его по поверхности хлеба. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Пять. На размазанный бешамель выложите тертый сыр. Шесть. Накройте вторым ломтиком хлеба готовый бутерброд, смажьте его соусом бешамель и посыпьте тертым сыром. Семь. Выпекайте тост в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут. Восемь. Готовый французский тост крок месье украстье помидорчиком и зеленью. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Белый ферментный хлеб, 2 ломтика, ветчина, 1 ломтик, сыр тертый, 3-4 столовые ложек, масло сливочное, 1 столовая ложка, мюка, 1 столовая ложка, молоко, 150 миллилитров, соль, 1 щепотка, количество порций, 1. Спасибо за просмотр! Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok